Давайте еще немного о взятках поговорим. Что такое хорошо, Хорошавин не знал. Потому и хапнул вместе с подельниками около полумиллиарда рублей. Как нужно себя вести, экс-губернатору Сахалина объяснили спецслужбы. Расследование дела взяточников завершено, а соучастники обвинены в финансовых преступлениях. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Уголовное дело возбудили в отношении четырех чиновников. Самого Хорошавина, заместителя председателя правительства Сахалинской области Сергея Карепкина, советника губернатора Андрея Икрамова, а также министра сельского хозяйства, торговли и продовольствия региона. Его зовут Николай Борисов. Им инкриминирует всем 9 эпизодов получения взяток и легализации денежных средств. Следователи полагают, что еще в далеком 2009-м Хорошавин создал преступную группу, в которую вошли Карепкина и Икрамов. Бандиты, облеченные властью, требовали взятки в сфере рыболовства, сельского хозяйства, транспорта, строительства и за общее покровительство. Борисов, к слову, в состав УПГ не входил, но был недальновидно привлечен губернатором для получения 4 миллионов рублей. Деньги министр передал заместителю Хорошавина, а вскоре раскололся, изобличил подельников. Те, к слову, вину отрицают, но доказательств уже собрано немало. К тому же предприниматели, которые носили деньги в высокие кабинеты, потянулись к следователям и рассказали о беспределе чиновников. Хорошавин лишился должности губернатора в марте 2015-го в связи с утратой доверия. Сразу после отставки его задержали и доставили в Москву. На рабочем месте и в квартире чиновника обнаружили целые залежи дорогостоящих сувениров, драгоценностей, коллекцию часов. Вы наверняка помните и золотую ручку тоже. Ну, плюс ко всему наличные в размере 1 миллиарда рублей. Вот сейчас представьте, наличные, я повторю, 1 миллиард рублей. Видимо, для домашних нужд. Выходим! 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 Продолжение следует...